Всем щербет, дорогие друзья, я сейчас рискую так крепенько обосраться, снимая это видео, потому что когда-то 8, может больше лет назад, я имел неосторожность снять обзор на легендарный и шедевральный нож Broken Skull от моей любимой некогда компании Cold Steel. И вот как получилась история, я снял этот обзор в негативном ключе, потому что нож мне откровенно не понравился, но потом выяснилось, что всем он понравился, вообще всему миру понравился. И от него в восторге был нажиманский лют, все ему пели дифирамбы, а я остался такой белой вороной и дурачком, который просто не понял. Гениальный нож, это очень классный резак, он супер удобный, супер легкий и все в нем супер, кроме того, что это как бы не Cold Steel. А я любил Cold Steel не потому, что он делал резаки, которыми удобно резать помидор или пиццу офисному планктону на работе. Я любил Cold Steel своей некрепшей, нажиманской, романтической душой за то, что Лин Томпсон пробивал капоты машин огромными страшными ножами, пробовал их на излом и куча... Ох, опять на взлет пошел какой-то бедлан на 412-м москвиче, у меня под домом просто каждый вечер какая-то ересь происходит. Они специально здесь катаются и Тимурку с мысли сбивают. Так вот, о чем это я? Сейчас история рискует повториться. Я как тот человек, который стоит в музее перед картиной... Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно! Почему? Вполне возможно. И вроде мой мозг и все остальное понимает, что данный нож странный, как минимум. Не буду бросаться резкими словами. Но где-то, где-то, у меня хватает ума понимать, что, наверное, я просто что-то не вдупляю. Вот честно вам скажу. И давайте я сейчас поделюсь своим мнением из погреба с вами, великое сообщество нажиманское. А вы мне накидаете там дизлайков и прочего и объясните дурачку, что нет, Тимур, ты опять ничего не понял. Ну, под ваш императорский лайк или дизлайк погнали. На обзоре у нас сегодня нож от компании Бекер Плюс, который называется Эпицентр Бэклог. И это уже не первое появление в свет данного ножа. Потому как где-то в 2012-13 году свет увидел мир, имел честь лицезреть первый Эпицентр нож. Вот, который был в Титане, такой дорогой нудист. И дизайнером, как и сейчас, его выступил Тодд Рексфорд. Это такой американский, если я не ошибаюсь, ножевой дизайнер. Если вы зайдете на его сайт, Рексфорд Найфс, то там вот прям очень крутые, дорогущие кастомы, которые чуть ли не в единственном экземпляре, а может и в единственном. Ну, там действительно ножи в космос, просто произведение искусства. В земельку таким ножом не поиграешь. И спасибо, конечно, что существуют коллаборации. В принципе, для нас, для обычных людей, кто не имеет возможности купить дорогущий нож, вы всегда можете купить какую-то коллаборацию с Бекер Плюс, с Кершуа, с кем-то еще. Чтобы насладиться мастерством, ну, по крайней мере, не материалами и качеством сборки, а хотя бы дизайнерской мыслью популярных, великих ножевых мастеров. На том первом ноже был замок Frame Lock, а здесь уже, поскольку и версия это называется Epicenter Back Lock, как мы видим, да, установлен Back Lock или Lock Back, как вам удобно так и называете. И, что интересно, цена этого ножа, вот давайте с цены начнем, она на официальном сайте Бекер составляет 116 евро. Друзья, ну, для сравнения, я здесь не зря положил бак, ну, это бак 101, у меня нет 110 бака, ну, представьте, что это бак 110. Бак 110 стоит 4200 гривен где-то, а вот этот нож стоит 4700 или 600 или 700 гривен. Он, в общем, чтобы не вдаваться в подробности и в эти дебри с головой не нырять, в болото центру, что кто-то будет писать там аналишки вот там, где-то дешевле что-то там. Короче, он чуть-чуть дороже, чем бак 110. Но бак 110, это, блин, ё-моё, легенда, да, которая существует еще очень давно. Что же у нас имеет, давайте разберемся вот этот нож, потому что вы сейчас подумаете, кроме как чего-то плохого я не буду ничего вообще в принципе говорить, это тоже не так. Ценой разобрались. Теперь по качеству сборки и материалам. К качестве сборки вообще никаких претензий нет. Нож прям очень приятный. Вы, когда берете его в руки, понимаете, что это, ну, может быть и не прям люкс-продукт, но в целом за свои там 100 евро он собран качественно. Тут вопросов никаких нет. Но когда вы начинаете разбираться, из чего он качественно собран, ну, тут уже можно почесать репу и задуматься. Клинок из стали D2, закаленной где-то в районе 58 единиц по роквиллу. Сейчас опускается твердость G10 на рукояти. Причем внутри у нас лайнеры не металлические, а они из другого цвета, но все еще G10. Там ближе к замку есть специальные выборки. И плашки у нас, если я не ошибаюсь, второпластовые. Сейчас посвечу фонариком. Да, плашки второпластовые. Явно видно белый там. Не знаю, видите вы или нет. Я вижу белый такой свет с двух сторон. Итак, D2 повторюсь. G10, G10, второпласт. Бэклок. Клинок, конечно, здесь красивый. С такой надписью Rexford Knives. И значок, почему-то похожий на радиацию. Почему-то я думал, изначально эпицентр и такой значок радиации. Ну, когда я издалека увидел, потом понял, что это логотип Rexford Knives. Прикольные осевые с таким обрамлением из латуни. И вот такая латунная вставка, как темлячное отверстие. Что интересно, я только один русскоязычный обзор нашел на YouTube от Yeti. И он его не смог разобрать, но он же все ножи свои разбирает, которые обзорит. Потому что вот это вот просто туда очень плотно всталено. И нельзя разобрать нож. Ну, по сути, не выбив вот эту вот чуть ли не заклепку, да, высверленную. Поэтому он этот нож даже не разобрал. И вот знаете, в чем проблема? В том, что вы, когда берете нож за 100 евро в руку, вы хотите какого-то фидбэка, какой-то отдачи, какого-то вау-эффекта, ну, хоть чего-то, за что бы у вас зацепился глаз, вы не ощущаете ничего вообще. То есть, понимаете? И я вот сколько ни крутил его в руках, я не понимаю, в принципе. Не понимаю. Вот если бы он стоил в два раза дешевле, окей, проблем бы не было. Если бы там порошочек какой-то поставили на клинке, там CPM, M390, ну, это я уже, конечно, загнул, но хоть что-то. Ты такой, о, там, VG10 какой-нибудь. Ну, прикольно, да? Хотя бы сталь интересная. Но здесь сплошная посредственность. Куда ни ткнись, везде посредственность. Что в моей нажиманской душе должно екнуть, чтобы я подошел к витрине, сказал, хочу вот это посмотреть. Посмотрел и купил данный нож. Вот объясните мне. Может быть, какая-то история данного ножа. Где-то в эпицентре ядерного взрыва человек, получивший смертельные дозы радиации, не дай бог, выжил благодаря вот этому ножу. Нету такого. Нету ничего. Куда ни ткнись, везде пустота. Везде вакуум. Но вместе с тем, хочу сказать, что есть такое понятие, как классический складной нож. Который, в принципе, обладает всеми вот этими вот данными, которые я перечислил, как тот же, опять же, вернемся, бак 110. Но в нем ничего нет. Здесь хоть осевой разборной, а в баке клепаная конструкция. И его покупает куча людей, потому что мне просто нужен обычный нож, который я буду вот так раскладывать, вот так складывать, и резать продукты, строгать веточки, и будет он мне служить долго и счастливо, а не вот это вот все, что ты нам только что рассказал. А как думаете вы, обязательно напишите в комментариях. С вами был еще разок. Увидимся. Покеда.